Эмблема Харьковского Металлиста и дата основания клуба на броне. Только победа на левом борту. Талисман Металлиста Харек на правом. Так была раскрашена бронированная разведывательно-дозорная машина, припаркованная у стадиона Металлист. Именно отсюда броневик собирался стартовать на Днепропетровск, в логово Днепра, самого принципиального соперника Харьковского футбольного клуба Металлист. Боевая техника, естественно, едем, процесс такой, чтобы выиграть, естественно. Будем надеяться, будем болеть так, чтобы наши нас слышали и преодолели трудность, и все пошло на выигрыш. Задачу раскрасить БРДМ именно таким образом художник Валерий получил от фанатов Харьковского Металлиста. От осмысления идеи до окончания ее воплощения на броне ушло полтора часа. Сложно, реально. Маленькие объемы, мы вообще очень большие рисуем. А баллончиками сложно. На маленьком течет просто. Экипаж машины боевой с пулеметом на крыше плюс еще 23 автобуса с болельщиками Металлиста из Харьковой области отправились в Днепропетровск на центральный матч 12-го тура Украинской премьер-лиги. Вторая команда чемпионата Днепропетровский Днепр принимала первую Харьковский Металлист. К 15-й минуте Металлист уже горел 0-2. Хозяева забили два похожих гола. Виталий Мэндзюк и Роман Зазуля замыкали головами верховые навесы. Впрочем, на исходе получаса подопечные Мирона Маркевича один мяч сквитали. После розыгрыша углового Эдмару удалось затолкать мяч в ворота. А дальше пошли чудеса. Точнее, отключение электроэнергии. В так и не начавшемся втором тайме Днепр-арена сначала частично, а затем полностью погрузилась во тьму. Разве что фаны Днепра зажгли фейера и стали бросать их в гостевой сектор. Решение о том, доигрывать ли второй тайм в другой день или засчитать Днепру техническое поражение, следовало принять дирекции премьер-лиги. Практически сразу после Днепропетровских событий футбольный клуб «Металист» обнародовал на своем сайте открытое письмо, в котором потребовал засчитать Днепру техническое поражение. Между тем, премьер-лига решила сегодня иначе. Ситуация, случившаяся на Днепр-арене, признана форс-мажорной. Матч будет продолжен со второго тайма со счета 2-1 в пользу Днепра. Дата доигровки будет определена позже. А «Металист» уже подал в КДК ФФУ апелляцию с требованием пересмотреть решение дирекции премьер-лиги. В европейском футболе были разные решения, когда во время матчей пропадал свет. К примеру, поединок лиги чемпионов «Марсель-Милан» не доигрывался. «Марселю» было присуждено техническое поражение. В чемпионате же Испании поединок «Бетис-Реал» доигрывался ровно с той минуты, когда матч был остановлен из-за исчезновения электричества. Следует еще добавить, что Днепропетровская милиция отрапортовала о том, что драк между болельщиками «Днепра» и «Металиста» не зафиксировано. Лишь составлен акт, что в секторе, где сидели фанаты «Металиста», были повреждены 310 сидений. Виталий Лапскер, Юрий Васильев, Агентство телевидения «Новости».